Спонсор выпуска Макс Яковлев Подписывайся на канал и участвуй в регулярных розыгрышах Спортпита Перевел и озвучил Алексей Мокшин, проект Спортфаза Всем привет, меня зовут Даффи Гейвер Я тренировал некоторых людей Брэд Питт, Эштон Качер, Ченнин Тату, Мэрлин Уэйнс Скарлетт Йоханссон и Крис Хемсворд В основном моя карьера связана с киноиндустрией, актерами и приведением их форму к фильмам Актеры это такие люди, которые не зайдут в зал и не начнут задаваться вопросом А что мне есть, как мне тренироваться, а завтра надо или нет Они выходят со съемочной площадки и все, забывают обо всем Они не будут сами вникать, вычитывать там какие-то статьи Они придут к профессионалу, который уже кое в чем разобрался И тут в игру вступаю я Я думаю об их тренировках и об их питании Это и есть моя работа Часто бывает так, ко мне приходят люди из продакшена и говорят, что Актер должен выглядеть так или как-то иначе, должен вписываться в какой-то образ Именно на основании этого мы и выстраиваем тренировочный процесс Что касается Тора, то там главная цель была объемы Больше, больше, больше Мы набрали, по-моему, 10 или 11 килограмм за 6 месяцев Когда ты смотришь на этот костюм, нужно быть действительно большим парнем, чтобы, одев его, не потеряться, не выглядеть маленьким Конечно, были интенсивные тренировки, но была и диета, тонны еды Огромные объемы курицы, красного мяса и всего такого Когда мы говорили со Скарлетт, обсуждали ее цели В фильме у нее были невероятные боевые сцены И она должна была быть подготовлена к ним с точки зрения функционала, силовых, кардио Это и определило направление наших тренировок Знаете, с некоторыми клиентами все зависит от того, как они ведут себя в образе определенного персонажа Поэтому для нее в «Мстителях» очень важно было нести себя уверенно Чтобы было видно, что она знает, как вести себя в драке, ну и вообще в этих агрессивных ситуациях Люди, с которыми я работаю, они заверстуют, чувствуют обман Но мне это никогда и не было свойственно Я не продаю ничего, никаких методик, никаких продуктов, никаких тренажеров Моя цель – привести человека в форму У Криса не ладилось с тренировками И он набрал меня, мы поговорили с ним об этом Ты бы не мог прилететь в Мичиган на неделю Дашь мне нужное направление Мы приехали, поработали, и все срослось Для него главное это было как можно больше набрать Плечи, руки, вот эти акценты Короче, мы делали много тяжелых тяг со штангой, с гантелями, тяги блоков, тяжелые вертикальные блоки, чтобы дать толщину мышцам Тяжелые веса на руки, на плечи Ну, ничего нового на самом деле В этом смысле, в смысле бодибилдинга, ничего не изменилось То, что делали Арнольд со своими друзьями много лет назад, это все еще работает Поэтому новые какие-то упражнения, что они все решают? Да нет А вот ваши усилия, это действительно важно Ваша дисциплина, это тоже неотъемлемо Та же интенсивность, просто этого не продать, понимаете? Поэтому об этом никто особо не говорит Это не упакуешь так, чтобы можно было продать Мне кажется, фитнес-индустрия стала гораздо сложнее, чем она должна быть Так проще зарабатывать на вас деньги А если объяснить все очень просто Сделай это, 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 работай Вы получите отличные результаты Каждый день на канале Спортфаза Перезагрузка Новые переводы Не забудь подписаться Новые переводы Редактор субтитров Н.А. Корректор А. Редактор субтитров А.